Депутаты сегодня рассмотрели законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно поправкам, внесенным главой региона, предполагается расширить перечень целей использования средств единовременного денежного пособия усыновителям. Пособия приемным семьям в размере 520 тысяч рублей носят целевой характер и могут быть направлены на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, получение им образования на оздоровление, либо получение им высокотехнологичной медицинской помощи. Вместе с тем, как показывает практика, зачастую усыновители не могут воспользоваться ни одной из предложенных мер. Поэтому в законопроект предлагается внести поправки. Они сформированы по итогам встречи Александра Цибульского с приемными родителями в сентябре текущего года. Изменения, которые можно разбить на два блока. Один из них предусматривает возможность направления усыновителями к целевой части средств единовременного денежного пособия, дополнительно на приобретение товаров длительного пользования, оплату текущего ремонта жилого помещения и на компенсацию стоимости санторно-породного лечения. Второй блок содержит такие изменения, как основание прекращения выплаты ежемесячного пособия на усыновленного ребенка в случае, если он помещается в организацию для детей и сирот на полное государственное обеспечение. В то же время законопроектом предусматривается, что дополнительными мерами соцподдержки можно будет воспользоваться только если площадь жилого помещения усыновителей на одного члена семьи составляет более 9 квадратных метров. Но с такой постановкой вопроса окружные парламентарии не согласились. Эту часть законопроекта решили исключить. Если смотреть по объему гарантий, которые мы предоставляем усыновителям в рамках окружного закона, у нас есть вот это пособие, которое мы сейчас обсуждаем, и ежемесячное пособие, которое напомнил разработчик. Если смотреть, что мы предоставляем в рамках 121 окружного закона приемным семьям, там у нас перечень гарантий более широкий, в том числе субсидия на приобретение жилья, субсидия на транспорт и различные другие выплаты, которые не обусловлены отсутствием либо наличием обеспеченности приемного родителя либо приемного ребенка жильем. Принятие проекта потребует дополнительных средств из бюджета округа в сумме чуть более 2 миллионов рублей на 14 усыновленных детей. 14 усыновителей. 14 усыновителей. Бесцелевая часть 500 тысяч рублей составляет 364 тысячи рублей, по-моему. Если разово все усыновители, которые сейчас у нас есть, которые имеют право на использование данного пособия, обратятся в профильный департамент за его реализацией в рамках новых направлений на товар длительного пользования, на снотворное окружное лечение, сумма расходов бюджета составит разово 5 миллионов рублей. 5,96. Это та сумма, которую бюджет округа закладывает сейчас, каждый год в бюджет, но сумма расходов, как вы видите, составляет, исполнение бюджета по данному направлению составляет 1 миллион 800 в текущем году. Проект закона было решено оставить на доработку профильному департаменту с учетом предложений счетной палаты и экспертно-правового управления. Кроме того, законопроект подлежит общественному обсуждению. Свои замечания и предложения можно направить до 23 октября. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал Север.